Всех нас беспокоит ситуация с коронавирусной инфекцией, которой в России стараются поставить надёжный заслон. Ведь здоровье и жизнь жителей всегда были и в настоящее время остаются в центре внимания властей. Для того, чтобы избежать массового распространения вируса в нашем регионе, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о введении карантина на Кубани. На первом месте должно быть спасение людей, и для этого в Славянском районе принимаются все необходимые меры. Глава муниципалитета выступил с обращением к жителям Славянского района. Уважаемые жители Славянского района, с 18 часов 31 марта в Краснодарском крае введён карантин. Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев. Это означает, что жителям запрещено покидать свои дома за исключением жизненно необходимых случаев. Допускается выход в магазин или аптеку к недеспособным родственникам, за которыми необходим уход. Также разрешён выгул домашних животных. В условиях карантина продолжат работу предприятия непрерывного цикла и службы жизнеобеспечения. Их перечень размещена в официальном сайте администрации Славянского района. Сотрудники этих предприятий получат от своего руководства пропуска для выхода на работу. Специально созданные мобильные отряды будут проверять основания нахождения людей на улицах. Передвижение жителей личным автотранспортом возможно в исключительных случаях, также на основании спецразрешений. Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлён в зависимости от ситуации. Дорогие земляки! Конечно, наш привычный уклад жизни изменить нелегко. Но я призываю вас проявить ответственность и благоразумие. Как сказал губернатор, на кону стоят наши жизни и жизни всех, кто нам дорог. Прошу каждого осознать это и выполнить все требования карантина и самоизоляции. По возникающим вопросам прошу обращаться по телефону горячей линии 41112 в электронную приёмную на сайте администрации на мою страницу в Инстаграм. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Карантин изменил жизнь многих славянцев, которые вынуждены на это время уйти от привычного для них образа жизни, избегать общения с друзьями, близкими, коллегами. Нет возможности сейчас ходить в кино, парки, на детские площадки. Особенно внимательными к соблюдению режима самоизоляции нужно быть тем славянцам, кто побывал за границей или контактировал с людьми, приехавшими из-за рубежа. Во всех поселениях, где есть необходимость, созданы рабочие группы, которые ежедневно проверяют соблюдение 14-дневного режима самоизоляции. Особое внимание мы уделяем людям, которые прибыли из-за границы, из-за рубежа, либо контактировали с теми, кто прибыл. Сейчас на сегодняшний день таких 21 человек. Наши квартальные, это администраторы по работе с населением, ежедневно посещают этих жителей, три раза в день контролируют, соблюдают ли они режим. Люди понимают, соблюдают режим сознательно, с пониманием относятся к этому. Поэтому я так думаю, что все у нас будет хорошо. Непривычно малолюдно выглядят сейчас городские улицы. Не работают рынки и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. В условиях карантина более 800 предприятий и учреждений смогут продолжить работу в Славянском районе. Все эти предприятия необходимы для обеспечения жизнедеятельности муниципалитета. Они нужны, чтобы в домах жителей были свет, вода и тепло, чтобы работали магазины и аптеки, выпускались товары первой необходимости. Руководители этих предприятий на период действия карантина смогут оформить специальные пропуска на минимально допустимое количество сотрудников, если требуется их присутствие на рабочем месте. Эти пропуска необходимы, чтобы специалисты могли выезжать на работу. Общественный транспорт для предупреждения распространения вируса на городских и пригородных маршрутах дезинфицируется. Особое внимание уделяется поверхностям, которым пассажиры прикасаются руками. Продолжают действовать ограничения по движению общественного транспорта. Сократили количество общественного транспорта до 40%. На линию выходит ежедневно до 20 машин. Они работают в утреннее время с 6 утра до 9 часов утра и с 17 до 20.00. Каждый день, 4 раза в день обрабатываются дисросфорами, фидросфорами, поручни, протирают машины, сиденья. В Славянске-на-Кубани проводится генеральная дезинфекция. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции обрабатываются дороги, тротуары, парковки, остановочные павильоны, детские площадки, скверы для отдыха. Специалисты используют препарат, рекомендованный Роспотребнадзором. С помощью спецоборудования под высоким давлением подается водный раствор дезинфицирующего препарата. Эти меры помогут нейтрализовать возможные очаги инфекции. Жизнь во время карантина продолжается. Несмотря на то, что во всех отделениях Славянской ЦРБ введены ограничения на посещение, без медицинской помощи жители не останутся. Если возникает необходимость посетить педиатра, это вполне возможно. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детской поликлинике и структурных подразделениях ЦРБ детям с острой патологией. Плановые консультации и профилактические мероприятия временно приостановлены. При наличии у ребенка жалоб на повышение температуры, кашель, насморк, головную боль, обращаться по телефону регистратуры детской поликлиники 44580 или 22198 для вызова врача на дом. И обязательно регистратору необходимо сообщить, имелся ли контакт с людьми, которые прибыли из-за границы. При посещении детской поликлиники нужно учитывать вывешенную там схему маршрутизации. При обращении в детскую поликлинику на входной двери вывешена схема маршрутизации и разграничен прием детей с острой респираторной вирусной инфекцией и другими острыми состояниями. При ухудшении состояния ребенка в вечерние часы, это с 18.00 или в ночные часы, обязательно обращайтесь и вызывайте скорую медицинскую помощь или в детское отделение, где круглосуточно ведется прием врачом. Не занимайтесь самолечением, не утяжеляйте состояние здоровья своего ребенка. Открыты двери из женской консультации, которую смогут посетить женщины в случае необходимости. Женская консультация ведет прием женщин с острой гинекологической патологией и беременных женщин с жалобами. Беременные посещают женскую консультацию только по рекомендации врача или при наличии жалоб. При необходимости в режиме СМС будет разосланы сообщения по телефону беременным женщинам. При наличии жалоб на повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле у беременных женщин обращаться в курируемую поликлинику для вызова врача на дом обязательно. При резком ухудшении состояния и повышении температуры тела вызывайте бригаду скорой медицинской помощи. По всем возникающим вопросам оказания медицинской помощи детям, женщинам, роженицам, родильницам, обращайтесь, пожалуйста, по телефону 2-50-16. За исключением жизненно необходимых случаев жителям запрещено покидать места своего проживания. Передвижение личным автотранспортом возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. За соблюдением этих правил будут следить полиция, Росгвардия и казаки. Созданы мобильные группы самоконтроля для патрулирования улиц города и района. Глава Славянского района Роман Синеговский, обращаясь к участникам мобильных групп, подчеркнул, что ограничительные меры – не самоцель. Главное – сохранить здоровье и жизнь людей. Необходимо убедиться, что наши жители выходят на улицу действительно только в случае крайней необходимости, соблюдая все меры предосторожности. Созданы мобильные группы. У нас на территории города три мобильных группы. Две мобильные группы с сотрудниками правоохранительной направленности идут одна на Петровскую зону, другая на Анастасиевскую зону. Также в каждом сельском поселении созданы группы по контролю за самоизоляцией. И в итоге на территории Славянского района всего 19 таких мобильных групп. Численностью каждая группа не менее трех-четырех человек. Входят туда сотрудники полиции, казачество, администрация, общественность, волонтеры. В принципе, работа выстроена. Думаю, трудностей не будет. Чем больше сознательных людей будет, тем меньше работы будет у этих мобильных групп. На городских улицах появились специальные автомобили, еще раз напоминающие о соблюдении карантинного режима. В Славянском районе работает всего 24 установки, оповещающие о необходимости находиться дома. Убедительная просьба. Останьтесь дома. Не покидайте места проживания. Свободное передвижение запрещено. Исключением является посещение рабочих мест, ближайших продуктовых магазинов и аптек при необходимости. Прекратите прогулки. Не посещайте общественные места, парки и скверы. За несоблюдение карантина предусмотрен штраф для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 500 тысяч, и если действия повлекли гибель людей, до 1 миллиона рублей. Всем нужно помнить, что сберечь здоровье свое и своих близких вполне по силам. Нужно просто соблюдать меры безопасности.